Эй, привет, друзья, с вами Баш, и, собственно, это вечернее видео. Всем привет. Да, я знаю, что выгляжу немного потрепанным, ребят, но, извините, я играл всю ночь, и, в общем-то, да, Диабло такое Диабло. Короче, что произошло? На стриме у меня был герой в хардкоре, был тоже монах, и там очень удачно я слился, и, конечно, ничем хорошим это не закончилось. И спустя некоторое время я немножечко хлевался и пошел задротить по-полному, не знаю, вообще, что я несу. В общем-то, прокачал я себе монаха на пусть и коре, уже 151-й парагон. В общем-то, да, ребята, и сегодня мы немножечко побегаем по порталам, потому что... Не умирая вообще в хардкоре, и сколько раз я умираю здесь... Я не знаю, ребят, ничего-то... Не могу формулировать свои мысли. В общем-то, я умираю на каждом шагу. Просто так обленился. Нет, не обленился. Обнаглел. Нет, не знаю. Ну, в общем, совсем наплевательски здесь отношусь к... Умер-не умер, что... Умираю везде, где только можно. В частности из-за того, что... У меня 300 хп. 300 тысяч. Да. Ну, в общем-то, да, ребят, сегодня мы... Я вот пытаюсь... Восстановить свою жизненную позицию с помощью гема... Желудок дикого жирозверия, который восстанавливает здоровье. И дает щит. Ну, щит он пока не дает. Прохожу супер порталы, чтобы получить этот щит. Не то, чтобы у меня был супер экип сейчас, просто... Урона хватает, а вот со здоровьем вообще большие проблемы. Ага, да. Я просто подумал, что для хорроров атмосфера недостаточная. Времени немного. Ну, в общем, все как всегда, ребята. Вчера на канале почитал такой комментарий. Слышите, я долго улыбался, смеялся. У тебя на канале 40 с лишним тысяч подписчиков, а видео смотрят 1000-500. Вопрос. Сколько стоила накрутка канала? Накрутка подписчиков? Да, ребята. Мой канал дошел до такого времени, что мне новые подписчики пишут, сколько я заплатил за накрутку. Да уж. Немного обидно, если честно. Но... Я упростил. И пощадил. Вообще, по идее, Т6 это несложная... Несложная сложность. Но... Когда вы только-только одеваетесь, вы, как правило, не можете взаимодействовать с Т6 в полной мере. О чем я говорю? Говорю я о том, что... Вы либо супер толстый и не наносите урона, либо вы супер тонкий и... Едва ли не ваншотите всех. Ну ладно, не ваншотите, но допустим... Ну очень здорово себя проявляете в уроне. Вот у меня сейчас вторая ситуация. То есть... Я только-только оделся ночью. И... Все, что у меня есть, это урон пока. Вообще, основная проблема Т6 это... В него нет смысла ходить без гемов. То есть... С гемами, да, вы прям вот хоп-хоп и готово унижаете всех. Гемы это вот эти камни цветные, которые оставляют. Вот. А чтобы их прокачать, надо проходить вот эти вот... Супер рифты. И люди, которые страдают первой проблемой... Я имею ввиду... Супер толстые, но не наносят урона. Им весьма проблематично проходить эти рифты и... Я думаю, что единственный выход для них это... Играть именно в пати. Конкретно для меня сейчас мне в пати играть невыгодно. Потому что в пати моба сложнее. А хп мне немного. В общем, не знаю, ребят. Хе-хе-хе. Собственно... Сейчас это... Третий сезон идет. Диабы. И... У монахов очень замечательный сет есть. Я не знаю, он, по-моему, был раньше, просто его изменили. Его характеристики. И... Теперь, в общем, он занимается такими делами, что... Ваш мощный рывок, Дэшн Страйк, наносит... Двенадцать с половиной тысячи урона от оружия. То есть... Босс... Сколько у него хп? Ну ладно, это не самый лучший пример. Но в любом случае, будьте уверены... Урон тут просто ненормальный. И я только-только начал деваться. Не скажу, что у меня супер урон. И... Я просто только начал деваться. Вот. То есть... Допустим... Этот комплект... Вообще этот сет... Рассчитан на то, что можно делать... Ну, два миллиона криты. Или миллиарда. Два миллиарда криты. Тупо вот... Прямо от цели к цели. Так он и работает. И, соответственно, просто... Разносит все и все. Особенно одиночные цели. Потому что по одиночной цели ты тупо спамишь и... В принципе, не особо паришься по поводу... Выживешь ты или нет. Ну, типа... Тебя никто не мешает, и ты долбишь только одну цель. Неважно. Вот он, собственно, этот комплект. Сокрушающие волны. Весьма мощный. Ну и плюс он дает, соответственно, бесконечный мощный рывок, который зависит только от вашего духа. Сколько у меня уже регенка? 19 тысяч. Неплохо. В сравнении с тем, что у меня было... 5, наверное. Без 19. То есть сейчас у меня 24 где-то. Ну, основное, конечно, к чему я сейчас стремлюсь, это... Именно к щиту, который дается за 25-й левел. Потому что 300 хп, это... Ну, вот смотрите сами, они мне коцают, а у меня реген уже достаточно хороший и... Тупо все восстанавливается. На Т6... Тупо... Мобы, считай, ваншотят вас. Обычные мобы бьют кусков по 80, то есть у меня сразу третий или половина хп слетает с удара. А про сильных мобов я вообще молчу. В общем, конечно, те, кто не играют в Диабло, это видео не смотрят. А те, кто играют, я думаю, понимают, о чем я говорю. Так что... Мы сами находим вообще язык, я полагаю. Давайте этот отряд тоже убьем, ладно. В общем, проблема элсета в том, что я использую сейчас летающий даракон. Летящий. А по-хорошему, поиспользовать ингиом и еще один меч. Потому что это будет еще плюс 130 к риту. Плюс еще один меч, который я уже выбил, он дает... 100% к риту по целям, с полным здоровьем. А ингиом убирает глобальное КД. После того, как вы убили элитную... Группу элитных мобов, что ли, или типа того. Я точно не помню. В общем, такой, знаете, знатный меч. Плюс я использую два кольца, это тоже... Я не знаю, новый это сет или нет. Я имею в виду этих колец. Но они такие тоже весьма мощные. Чем они занимаются? Они дают 50% урона, когда вы используете умения, которые накапливают урон. Э, дух. И дают 50% урона, когда вы используете умения, которые тратят дух. То есть плюс 100% урона ни за что. За то, что вы используете скиллы. А у меня так это, знаете, валы. Валы, валы. Не то, чтобы я сейчас какие-то 50-е или 40-е дефекулти рифты разносил. Но, все-таки, не знаю, я только-только, считайте, дошел до Т6 и балуюсь здесь всякими там убийствами. Всяких там мобов. По-своему, бьет меня это? А, вообще ничего не нанес. А, щит сработал. Нет. А, все, я помню. Я же это. Подобрал. Обелиск. Шарт. Или как он называется? Шрифт. Не помню. Шрифт. Да уж. Сто пудово шрифт. Ну вот, я чуть не огреб из-за того, что у меня мощный релок был в КД. А ингиом такого не позволяет. Он там вообще тупо постоянно на откате. В течение 8 или 10 секунд. В зависимости от того, какой ингиом его попадется. И чем? Да. Потрясно. О, как я огреб-то сразу сейчас. Кто-то взорвался. Ну вот, приехали. Здарова, мистер босс. Сколько у тебя хп? Вот это уже 2 800. То есть, и хоп-хоп-хоп, кончился. У предыдущего было лям-200, по-моему, да? Ну, сами видите, ребята. Это просто ненормальный сет. И то, что он может отворять, это вообще безумие. Но... Это только начало, конечно. Моего собирания этого сета. Собственно, наверное, это видео мы так и проведем. Убивая рифт-гардианов. Некоторые не знают, как получить вот этот вот портрет. То есть, люди знают, как получить флаг. Вот этот вот новый. Но не знают, как получить портрет. Все очень просто, ребята. Надо просто в сезоне получить 400 ачивок. Не, 480. И самый легкий способ получить эти... 400 ачивок, это убивать боссов. Тупо боссов. За них дают по 40 ачивок. То есть, тут самый обычный мясник. Мясник, там, белиалы, прочее, прочее. Тупо надо их убивать. Бездушные, это эти... Уберы. До них я угоду одинакового кольца. Печат клерик. Говно кольцо-то. Но статуи не такие уж плохие. Ну, не то чтобы супер. Клодовской час, я получил его. Черт возьми, ребята. Я его фармлю здесь и думаю, когда же я его получу. Я его уже получил. Это нереально круто. Так, а что мне нужно ему поменять? Че-че-че-че-че-че. Стойкость, говно. Скорость атаки, здоровье. Давайте это... Крит хочу побольше. Можно побольше крит? Крит сколько? 50 можно, по-моему, получить? Да. То есть, 34 такая золотая середина. Давайте посмотрим. Хотя бы 40 с чем-нибудь. Было бы здорово. 40. Не знаю. Вообще, по идее, это лучше бы и Кулаки Грома получить и 50 криту. Но, поскольку, говорю, только начинают. Я, видите, даже неполный сет еще собрал. Мне даже амулет, говно, еще не по сету совсем. По идее, амулет надо Суберов брать для этого сета. Ну, давай, чувак. Дай мне 40 плюс крит. Ты был бы так... Ну, нет. Даже не близко. Ну, давай. Да, здорово. Фортуна на твоей стороне, говорит. Вот это вот другой разговор. Ну что ж, плюс 13% урона и крита. И сколько у нас уже крит? И крит у нас 425%. Плюс, если я одену меч, то будет где-то 500. По-хорошему, где-нибудь 550% крита и 40% вероятности. Ну, и плюс такое же сопротивление и хп хотя бы 400 кусков. И все. Это просто дурдомный. Дурдомный комплект. Будет вытворять дурдомные вещи. Так. Плюс... Ну, давайте я вам покажу вам по-быстренькому, что я использую. Собственно, комплект из 6-ти, полностью из 6-ти, без печатки Леорика. Нет. Без кольца Королевской Роскоши. Тупо все 6 комплектов вы используете от этой брони. Используйте Нарочи Возмездие. Два кольца Средоточенность и Умеренность. Колдовской Час, собственно, пояс. И пушка, либо Летящий Дракон, но она такая, для более сильных рифтов. Но куда лучше, это вот Ингиом, меч. И, собственно, тот меч, который падает с третьего акта. Я вам уже его показывал, вроде. Так. 12-й, что-то как-то медленно прибывают мои очки. Вот 18-й, уже ближе. А какой у меня уровень у этого... У этого... 12-й. Ну, по идее, да, давайте 23-й убьем. Я думаю, этого достаточно будет, чтобы на 3 раза вградить. Ай-яй. Ай-яй, как неприятно. Хотя мы и 26-й можем убить вполне. Это небольшая проблема. Особенно, если мы в лифте получим Шрайн. Шрайн, по-моему, они называются. Который дает поддержку. То есть, считайте, бесконечное использование мощного рывка. Я думаю, мы там неплохо с ним справимся. Плюс у меня кормок слабак, блин. Ему попался лирико на доступ ко всем способностям. Но куда полезнее было бы, если бы это была против... Ваш кормок не может умереть. Потому что... Чё толку мне от его способностей? Если он дохнет, то как только появляется. Ну, сами понимаете, наверное, да? Ребят, видео, возможно, будет сейчас 360 в качестве. Потому что время уже полпятого. И, соответственно, осталось полтора часа до... Да, его выхода... А выложить я его смогу, наверное, только в 5. Вот. Там обработка у Ютуба полгода занимает. В общем-то, все понимаете. Выходи, всего... Для тех, кто будет смотреть это видео потом. Это никакой проблем не сыграет. Поэтому... Даже не знаю, имеет ли смысл обо всем это говорить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Кусаются больно, умирают быстро. Вот в чем проблема. Подлюки. Так, столб силы. Ну-ка, давайте посмотрим. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Бум-бум-бум-бум-бум. Не знаю. Я уже как-то говорил на стриме. Монах, по мне, это самый такой прикольный класс. Прямо вот, не знаю, варвар с его вихрями из-за... Из-под ног. ДХ с его турелями. В магичке я даже что-то не запаривался. Чего у нее там? Как у ВД. А этот, он бегает, мочит всех. Не знаю. У всех, конечно, свои вкусы. Да, я очень надеюсь, что этот щит, который я качаю в сокете, в гейме... Где мы, это же камень, да? В камне. Надеюсь, что этот щит прям супер спасет меня и даст суперская выживаемость. Потому что на данный момент все очень грустно. Нет, понятно, что это все дело решается шмотом, но... Ах ты, черт возьми. Хотя это поддержка, которая прям супер, супер-мега должна быстро мне сейчас помочь. Но я получил ваншот от тупых гулей. Чертовы гули, ненавижу вас. И все, умрите уже. Что случилось? Вы ваши щиты? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Умрите, умрите, умрите. Господи. Что происходит-то? Ну вот, поддержка кончилась. Доигрался. Дурацкие гули. Как я и сказал, как я уже начал говорить, но не дозакончил. Все зависит от шмоток, несомненно. С трехставов купами я, конечно, не буду бегать всю игру. Просто самая основная проблема, когда вы еще не зашли к Т6, это именно собрать комплект. И в этом, наверное, и заключается весь смысл Т6. То есть, пока вы не соберете комплект, у вас не будет какого-то супер-бонуса, который он дает прям мега-бусто. То есть, до комплекта у вас урон, допустим, не знаю, 100 тысяч. А после комплекта у вас урон уже миллиард. А, ну нет, не 100 тысяч, 100 миллионов. А после комплекта у вас уже урон миллиард. То есть, ну, разница прям колоссальная, соответственно. Да. А, моб появился, да. Забыл, что амулет специальный. Что происходит? А, вот на КД, на КД, вот когда на КД. Грибашки очень быстро происходят. А на КД она уходит из-за того, что, по идее, она тратит не заряды, а дух. И когда нет духа, она такая, типа, ноп. Я, пожалуй, на КД. И ты такой, что? Сколько у тебя ХП? Ну вот, у этого уже 4,5 ХП. 4,5 миллиарда, миллиона. И вот я опять на КД отправил свою хрень. То есть, он бы сейчас умер, но из-за того, что я, черт на вас, он все еще жив. Ну, это может быть что-то прикольное, лучше, чем у меня. Ну, только резность, удачник. 25 тысяч здоровья в секунду, значит... Когда она будет 25-го левела, это будет 35 тысяч, получается. Да, это прикольно. И эта хрень хуже, чем у меня, да? Да. Требования к уровню свяжем на 3. Зора. Глава. Костяного короля. По-моему, Лерико в первом акте такая дубинушка. Я оставлю, потому что я люблю собирать всякий хлам. Что еще в этом сезоне новенького? Добавили такую тему, что когда вы в соло проходите вот эти вот великие порталы, которые я прохожу, вы увеличиваете количество максимальных кровавых осколков. То есть... В принципе... Их всего 500. Но когда вы, допустим, соло пройдете портал великий первого уровня, у вас уже будет 510. И, соответственно, за каждую сложность портала вы даете по 10 очков. Соответственно, портал 10-го уровня, у вас уже будет 600 осколков. Портал 20-го уровня, у вас будет 700 осколков. Соответственно, у меня здесь максимально пока 27-й уровень портала я проходил. Со всеми моим недошмотом. Куда? Рома! Так-то больно вообще-то. Чего вы кусаетесь? Так больно, а? Ай-яй-яй-яй. Больно же, ребят. Ну хватит, серьезно. Щипрится. 25-й уровень. У меня камень какого уровня? Ай, черт-черт-черт. 15-го? Да, я думаю, этого более чем достаточно для 3-х апгрейдов. Ну и, соответственно, ребят, вы не можете обграживать камень. Вы не можете проходить портал 1-го уровня и обграживать камень до 25-го уровня. Соответственно, допустим, если вы прошли портал 15-го уровня и камень у вас 15-го уровня, то шанс апгрейда будет, ну не знаю, может, процентов 30-20. То есть, ну прям совсем ничтожный. И поэтому, чем выше портал, который вы прошли, тем круче ништяки, которые вы получили. Некоторые пишут мне, какой у меня Battle ID. Вот, смотрите, ваш Рео. Решетку 2161. Кстати, я не знаю, есть ли здесь ограничения по количеству друзей, как в Steam, допустим. Или здесь... Да плевать, давай, всех беру. Ай, черт-черт-черт, что так больно, опять на КД ушел. От люка. Из моей невнимательности. Ах, получил по щам. Просто она у меня на вторую кнопку мыши забензина, и поэтому я к лотцу как ненормальный. А это ничем хорошим не заканчивается. Ну вот и опять ковырю вам об этом. Здрасьте, ребята, как у вас дела? Можно я, пожалуйста, отойду в сторонку? Черт, вы психопаты. Вы нормальные. Убрите. Модельный. Ну нет, ну нет, зачем я это делаю, господи. Просто на таком лоу-хоп я бегаю. Плюс, конечно, ничто таки зависит от вашего парагона. То есть с каждым левелом парагона у вас там крит шанс больше, и сам крит больше, и плюс еще что-нибудь больше. И вообще... Прибегайте и радуйтесь. Ну ладно, он меня почти заманшотил. Собака ворвалась. И я врываюсь, говорит, и... Разнес меня. Ну да, чем выше портал, тем, конечно... Здоровья у меня меньше. Плюс смысл двух одноручек, помимо того, что крит станет больше, ну сам, максималка крита, смысл одноручек еще и в том, что урон больше, скорость атаки больше. А, то есть... Я даже не уверен, что это надо объяснять. Как видите, у меня дух, то есть не рывок, он требует дух. И когда духа нету, рывок уходит на ГД. Типа, нет духа, все, иди в задницу. Вот. И... Соответственно, первая рука мыши у меня накапливает дух. И сейчас у меня накапливается дух с помощью одной двуручки. Соответственно, у двуручки скорости атаки меньше, чем у двух одноручек. И, соответственно, скорость духа накопления меньше, и, соответственно, огребаю я быстрее, потому что... Неважно. Неважно. Вообще, это я сейчас играю в Reaper of Souls, правильно? А, я вспоминаю... Пытаюсь вспоминать вот эти ванильные времена, Diablo 3. И, ну, когда еще там аукцион работал, все дела. Ну, вообще, ванил, до Reaper of Souls. Я тогда еще не просек фишак. Я не уверен, что тогда было так же, как сейчас. Потому что тогда я так и не смог дойти до Т6 и спокойно там воевать. То есть, несмотря на то, что я покупал вещи все лучше и лучше с аукциона туда-сюда, я все равно так и не смог сладить с Т6. Че, ни одной легендарки? И такое бывает. Возьмем медленные занятия. Ну вот, собственно, видели. Какой сейчас у него левел был? 17 уровень был. Портал прошел 26 уровня. И шанс уже был 90%. То есть, на 3, на 9 левелов портал был круче, чем камень. И все равно шанс был не стопроцентный. То есть, сами понимаете, какой там будет шанс, когда уровень пройденного портала и уровень камня будут равны. Сколько у меня скорости? Мне 25% или нет? Скорость, скорость, а скорость, а защита. Вообще, скорость, 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 скорость. 22, максимум 25, да? Потому что сапоги говно. И потому что надо скорость обретить. По-моему, 12,5%. Нет. Сколько? Всего 25 максимум, значит 13%. Да, 13% здесь должно быть минимум. И то есть, если сапоги 12%. А у меня должно быть 14%, потому что у меня сапоги 11%. В общем, да. Для тех, кто никогда не понимает, я просто чушь несу. Давайте вот этот портал пройдем и закончим. А то видео вообще никогда на ютуб не выложится. И оно не то, что к 6 вечера не обработается. Ну и наверное... И к 10 не обработается. Со скоростью обработки у ютуба. Ну давайте еще немножечко поподхертим по поводу КТА-5. Во-первых, они полгода ее ждали к выпуску. Сделали предзагрузку. Напомню, я скачивал 59 гигабайт. Потом, когда появилась кнопка играть, вместо того, чтобы можно было играть, оно еще распаковывалось сейчас. И помимо того, что когда я уже все распаковался, ты уже, черт возьми, полночи подождал и нажимаешь играть. Вместо того, что ты играешь, ты просто смотришь, смотришь и тупишь в загрузку, которая тупо не двигается. Это оказывается проблемы... Кого проблемы? Ихние проблемы, опять же. Потому что они не воспринимают русский шрифт, а русский шрифт такой типа «Нет! Не понимаю, мне в эту папку сохранять или нет? Это одинаковые буквы? Не понимаю! Че блин? О, черт!» Ну вот опять 26-й уровень. Наверное, не все 3 камни смогут обрадить. В общем, несмотря на то, что я прям все решения проблем перепробовал и все-таки запустил GTA 5 с помощью другого аккаунта, несмотря на все это, я не смог запустить ее на максималках, потому что у моей крутой видеокарты 2 гига памяти. А игра такая говорит «А мне нужно 4, чтобы играть на максималках». Я такой «Да иди ты нахуй!» «Да ебало, блин!» Ждал-ждал, а ты говоришь «Не на максималках». Как такое вообще бывает? Вот, я очень огорчился. Даже начал подумывать о том, чтобы прикупить еще одну видеокарту, а потом подумал, что если я прикуплю видеокарту, мне надо и блок питания будет увеличивать, потому что этого, скорее всего, не хватит. И тогда это и вообще кусков 30, а 30 кусков это дохрена. И, в общем, я такой тип ротерей на средних поиграю. Козлины. В общем, да, ребята, такие дела. Пишите в комментариях, чем вы еще хотели поговорить. Ну, не то, чтобы у нас диалог получается, скорее, монолог, но вы же меня слушаете. Это все-таки больше к диалогу, потому что, ну, не знаю, ладно, неважно. Вы же в комментариях будете что-нибудь писать. Ну, не знаю, ладно, неважно. Вряд ли это будет кто-то писать что-то, если он только что подписался и скажет, что ты накрутил подписчиков. Вообще, конечно, по поводу этого повода обращался в поддержку Ютуба и, типа, обычно, как Ютуб поступает, он удаляет неактивных подписчиков. Что произошло со мной, он нихрена не удалил. Почему? Потому что... Потому что... Я написал, а мы они такие, типа, раньше вообще как это все работало? Ну, не уверен, что вам это все суперинтересно, но раньше там сидела одна девчонка на службе поддержки русских пользователей. Ну, раньше, когда? Может, года два назад. И... Ну, может, кто знает, Анна Градель. Вот. Раньше она там сидела на поддержке. И она отвечала прям супер-мега-супер-активно, супер-прикольно и так далее. Сейчас мне ответила какая-то тупая баба, которая такая... Я работаю здесь, потому что я получаю много бабла, а идите нахер. Не буду никому помогать. У кого-то 40 тысяч подписчиков, из них смотрят лишь тысячи. Ты нам не прибыли. Я такой, а, заторвала. Ну, не то, чтобы она прям так ответила, но ответ был похож именно на это. То есть, ну, совершенно неохотный, неинтересный, и типа... Лишь бы отвязаться. Я к тому, что я не получил ответ у вас вопрос. Вот это вот Гамель, по-моему, тоже новый босс. Мой, новый супер... Мерзавец, своими крысами. Сгрызли меня. Мерзкий весьма, конечно. Парень. Они там пердят, что ли, или что? Я не могу понять, что за хрень там происходит. Я просто зашел на секундочку в это облако, и такой, типа, ой, ёптвоё! И всё. И больше не вышел. Видите, надо немножко пойти погулять, а то что-то они там насмердели. Что, у меня сил нет там стоять. Пусть немножечко проветрится. Всё, вы проветрились? Ёпта, умришь ты уже! Вонючка! Дурацкий босс. Ну, по крайней мере, по крайней мере, для текущего моего положения. Потом-то он будет с двух плюх умирать, но пока я, конечно, страдаю. И босса вы ещё не убили, потому что надо ещё убить всех крыс. Вот, убивайте крыс, говорит. Ну, нет, это не тот меч, это не ингион. Офлайне меч. Ладно, посмотрим, какой у нас шанс. Смотрите, 26-й портал, камень 18-го уровня. 80% уже. 70%. Опа, 70%! Да не удалось, ёпта. А ты что думал? Что думаешь, 70% это много? Как бы не так. Но, по идее, мне ещё два камня, два портала открыть. И всё, и будет мне камень 25-го уровня. И буду я более-менее живучий. А так, конечно, да. Ладно, ребята. Ой, нет, погодите. Сейчас, секундочку. Давайте. Давайте пока ещё. Пока у меня есть кровавые осколки. Попробуем формануть ингион. То есть, как можно получать легендарки в Diablo 3? Ты либо фармишь рифты, то есть, либо вот эти великие рифты из ласта падает что-то, возможно, что тебе нужно, а возможно и нет. Либо ты тупо фармишь обычные рифты, и с них, возможно, падает то, что тебе нужно, а возможно и нет. Либо ты подходишь к кадалке и говоришь, «Эй, кадалка!» Кстати, комплекты именно так и покупаются. Очень ничтожнейшая вероятность, что вы получите с мобов себе комплект. То есть, весь свой комплект я получил именно с кадалки. Может быть, перчатки мне выпали с мобов. Ну, это я не считаю честа, которые мне выпадают уже после того, как я уже собрал комплект. А я говорю именно про самое начало. Ну, собственно, давайте попробуем формануть меч. Идеально. Прекрасно. Ну, примерно так кадалка и работает. Ну, ладно, ребят, теперь уж точно. Всем спасибо за просмотр. Следуй за мной. Да, это баши, это уставший баши. Я не знаю, что вам сказать. Всем пока. Мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя-мя. Благодарю. Ты что за фигня? Майкл, давай за мной. Майкл, быстрее. У нас тут в плей идёт. Мы не можем задерживаться. Майкл, давай тащи свою жирную задницу наверх. Твою мать. Безымянный, тебя никто не ждёт здесь. Пошёл вон. Прости. Прости, я пошутил. И вернись обратно. И вернись, я всё прощу. Нет, я пошутил. Пошёл вон. А, получил конь зоу. Да, да, тот уж, тот уж, будешь знать, нападает на меня. А! Блин, опасно, опасно. Ой, да господи, я даже строгнул. Фух. Это было... Ха-хей. What's up, бро? С вами Баш. Мы продолжаем сегодня с вами играть в машинарио. В общем, ребят, всем привет. С вами Баш. Интересно. Где игрушку? Игра не новая. The Boys from MB. Субтитры сделал DimaTorzok